Любимые места Романовых в Крыму от дворцов до охотничьих угодий Любимые места Романовых в Крыму от дворцов до охотничьих угодий 8 часов 30 марта 2020 года Москва, 30 марта новости Галина Соколова Мягкий климат, море и горный воздух Крыма в свое время очень ценила царская семья Николай Ту С женой и детьми часто приезжали на солнечный полуостров поправить здоровье, отдохнуть от столичной суеты и государственных дел Гид по маршрутам венциносных особ в Фатуленте Рия Новости Рия Новости, Александр Андреев Массандровский дворец на южном берегу Крыма начали строить при Александре Три в 1881 году, а закончили при его сыне Николая Ту в 1902 В архитектуре здания сочетаются несколько стилей Барокко, рококо, готико, модерный классицизм Многие посетители говорят, что дворец похож на сказочный замок Царь часто останавливался здесь, когда приезжал в Крым поохотиться После революции в здании располагался санаторий, военные годы госпиталь, а затем газдача партийных руководителей СССР Лишь в 1992 году открыли музей Один из тринадцати Массандровский дворец на южном берегу Крыма начали строить при Александре Три в 1881 году, а закончили при его сыне Николая Ту в 1902 В архитектуре здания сочетаются несколько стилей Барокко, рококо, готико, модерный классицизм Многие посетители говорят, что дворец похож на сказочный замок Царь часто останавливался здесь, когда приезжал в Крым поохотиться После революции в здании располагался санаторий, военные годы госпиталь, а затем газдача партийных руководителей СССР Лишь в 1992 году открыли музей РИА Новости, Александр Андреев РИА Новости, Александр Андреев Оригинальные интерьеры практически не сохранились Со времен царской резиденции остались деревянная вешалка и зеркало-консоль Стоят при входе, оконные рамы и полы из моренного дуба В некоторых комнатах камины из крымского известняка Все остальное привезено из разных запасников Интересно, что в здании нет ни одного парадного помещения Особняк построили исключительно для семейного отдыха Два из тринадцати Оригинальные интерьеры практически не сохранились Со времен царской резиденции остались деревянная вешалка и зеркало-консоль Стоят при входе, оконные рамы и полы из моренного дуба В некоторых комнатах камины из крымского известняка Все остальное привезено из разных запасников Интересно, что в здании нет ни одного парадного помещения Особняк построили исключительно для семейного отдыха РИА Новости, Александр Андреев РИА Новости, Александр Андреев На территории Красивый парк, куда от дворца ведет мраморная лестница Три из тринадцати На территории Красивый парк, куда от дворца ведет мраморная лестница РИА Новости, Александр Андреев РИА Новости, Александр Андреев В парке много хвойных деревьев, есть столетние секвои. С весны по осень цветут розы, лаванда. Летом на открытой площадке устраивают музыкальное вечера. 4 из 13. В парке много хвойных деревьев, есть столетние секвои. С весны по осень цветут розы, лаванда. Летом на открытой площадке устраивают музыкальное вечера. РИА Новости, Александр Андреев. РИА Новости, Александр Андреев В Ливодейском дворце, построенном неподалеку от Ялты в 1911 году по проекту архитектора Николая Краснова, Николай II успел побывать всего четыре раза. Последней весной 1914 года. Со времен императора сохранились само здание, каменные медальоны с инициалами всей царской семьи и входная дубовая дверь. После революции дворец национализировали. Вещи Романовых раздали по санаториям, газдачам или увезли в музеи. Великое отечественное устроение сильно пострадало, немцы взломали полы, а когда отступали, даже пытались взорвать весь комплекс. Пять из тринадцати в Ливодейском дворце, построенном неподалеку от Ялты в 1911 году по проекту архитектора Николая Краснова, Николай II успел побывать всего четыре раза. Последней весной 1914 года. Со времен императора сохранились само здание, каменные медальоны с инициалами всей царской семьи и входная дубовая дверь. После революции дворец национализировали. Вещи Романовых раздали по санаториям, газдачам или увезли в музеи. Великое отечественное устроение сильно пострадало, немцы взломали полы, а когда отступали, даже пытались взорвать весь комплекс. РИА Новости, Александр Андреев. РИА Новости, Борис Бабанов. Самое большое помещение внутри парадная столовая. Здесь состоялся первый бал старшей дочери Николая Великой Книжной Ольги по случаю ее 16-летие, а в феврале 1945 прошла знаменитая Ялтинская конференция. Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль решали тогда в Ливаде судьбу послевоенного мира. Вся отделка оригинальная. Люстр нет, архитектор спрятал освещение за выступающим карнизом, по всему периметру более 300 электрических лампочек. 6 из 13. Самое большое помещение внутри парадная столовая. Здесь состоялся первый бал старшей дочери Николая Великой Книжной Ольги по случаю ее 16-летие, а в феврале 1945 прошла знаменитая Ялтинская конференция. Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль решали тогда в Ливаде судьбу послевоенного мира. Вся отделка оригинальная. Люстр нет, архитектор спрятал освещение за выступающим карнизом, по всему периметру более 300 электрических лампочек. Реа новости, Борис Бабанов. Реа новости, Александр Андреев. В итальянском дворике, его иногда называют розовым. Здесь высаживали любимые цветы Николая. Белые карликовые розы, клумбы и дорожки сохранились по сию пору. Императорская семья часто гуляла тут. Галерея защищает от непогоды, а на венецианских скамейках с подлокотниками в виде грифонов можно было отдохнуть. 7 из 13. В итальянском дворике, его иногда называют розовым. Здесь высаживали любимые цветы Николая. Белые карликовые розы, клумбы и дорожки сохранились по сию пору. Императорская семья часто гуляла тут. Галерея защищает от непогоды, а на венецианских скамейках с подлокотниками в виде грифонов можно было отдохнуть. Реа новости, Александр Андреев. Реа новости, Александр Андреев. Перед национализацией оценщики установили, что здание художественной ценности не представляет. Поэтому в 1925-м здесь открывали санаторий, где лечили в основном больных туберкулезом. А в годы Второй мировой войны обустроили госпиталь. Бывшие императорские спальни и детские превратились в палаты для раненых. Тут же разместили операционную и морг. Из обстановки уцелел белый немецкий рояль. На нем императрица и девочки любили играть Чайковского, Вагнера и Шопена. 8 из 13. Перед национализацией оценщики установили, что здание художественной ценности не представляет. Поэтому в 1925-м здесь открывали санаторий, где лечили в основном больных туберкулезом. А в годы Второй мировой войны обустроили госпиталь. Бывшие императорские спальни и детские превратились в палаты для раненых. Тут же разместили операционную и морг. Из обстановки уцелел белый немецкий рояль. На нем императрица и девочки любили играть Чайковского, Вагнера и Шопена. Рея новости, Александр Андреев. Рея новости, Александр Андреев. Рядом знаменитая Царская, Солнечная, Тропа. Сейчас это популярный туристический маршрут протяженностью более 6 километров от Ливадийского дворца до санатория имени Розы Люксембург. Несмотря на то, что дорога проходит по горам, спусков и подъемов практически нет, поэтому гулять очень комфортно. Здесь катались на лошадях Николай Ту с Александрой Федоровной, детьми и близкими друзьями. 9 из 13. Рядом знаменитая Царская, Солнечная, Тропа. Сейчас это популярный туристический маршрут протяженностью более 6 километров от Ливадийского дворца до санатория имени Розы Люксембург. Несмотря на то, что дорога проходит по горам, спусков и подъемов практически нет, поэтому гулять очень комфортно. Здесь катались на лошадях Николай Ту с Александрой Федоровной, детьми и близкими друзьями. РИА Новости, Александр Андреев. РИА Новости, Александр Андреев. Полукруглая ротонда на Солнечной тропе – самая старая царская постройка в Крыму. Ее возвели в 1842 году исключительно как декоративный элемент на месте, откуда открывается живописный панорамный вид на Ялту и ее окрестности. 10 из 13. РИА Новости, Александр Андреев. РИА Новости, Александр Андреев. По пути можно полюбоваться на Скалы Крестовую, Белоголовую, Ай Николу и Пирожок, Храм Покрова Пресвятой Богородицы 1885 года. 11 из 13. По пути можно полюбоваться на Скалы Крестовую, Белоголовую, Ай Николу и Пирожок, Храм Покрова Пресвятой Богородицы 1885 года. РИА Новости, Александр Андреев. РИА Новости. Александр Андреев в семье Романовых очень почитала Косьмодамиановский монастырь, расположенный высоко в горах, в 20 километрах от Алушты. Туда через Крымский природный заповедник ведет извилистая дорога. 12 из 13 семьи Романовых очень почитала Косьмодамиановский монастырь, расположенный высоко в горах, в 20 километрах от Алушты. Туда через Крымский природный заповедник ведет извилистая дорога. Рия новости, Александр Андреев Рия новости, Олег Снадр Андреев Николай Ти с женой и детьми был в этой обители шесть раз. Приезжали главным образом для того, чтобы окунуть сына Алексея в святой источник. Считалось, что после этого у царевича улучшалось самочувствие. Он страдал гемофилией и генетическим заболеванием, при котором нарушена свертвоемость крови. В 1913 году рядом с монастырем поселились егерия. На выделенных участках леса, район горы Большая Чучель, они показывали императору привезенных на полуостров зубров, кавказских оленей и других животных. Сейчас попасть в заповедник можно только в составе туристической группы или по специальному разрешению. 13 из 13 Николай Ти с женой и детьми был в этой обители шесть раз. Приезжали главным образом для того, чтобы окунуть сына Алексея в святой источник. Считалось, что после этого у царевича улучшалось самочувствие. Он страдал гемофилией и генетическим заболеванием, при котором нарушена свертвоемость крови. В 1913 году рядом с монастырем поселились егерия. На выделенных участках леса, район горы Большая Чучель, они показывали императору привезенных на полуостров зубров, кавказских оленей и других животных. Сейчас попасть в заповедник можно только в составе туристической группы или по специальному разрешению. РИА Новости, Олег Снадр Андреев.